Аптечка – атрибут практически каждого дома. Некоторые лекарства могут храниться в ней месяцами или даже годами. Но что же делать, если срок годности всё-таки истёк? Если задуматься о последствиях, просто выбросить микстуру в мусорку – не самый удачный вариант. Для этого в городских поликлиниках установлены специальные контейнеры. Лекарственные препараты вывозятся по мере наполнения. Возможно, не те жители нашего города знают, что такие контейнеры установлены. Поэтому, пользуясь случаем, хочется к ним обратиться, чтобы они регулярно проверяли свои аптечки не меньше, чем раз в году. Желательно и несколько раз обращали внимание на аптечки своих пожилых родственников. Избавляться нужно не только от просроченных препаратов, но и от тех, что пришли в негодность. Лекарства могут раскрошиться, изменить цвет и запах. Если на упаковке не сохранился срок годности или его не видно, такой микстуре тоже не место в аптечке. Сдать можно и аэрозоли, капсулы, свечи, суспензии, таблетки, капли, мази. В первую очередь нужно доставить лекарства из картонной упаковки – стеклянных или пластиковых флаконов. Нельзя утилизировать разбитые термометры, использованные шприцы и иглы. Растительные вещества выкидывать тоже не стоит. Они не опасны для окружающей среды. Первый контейнер на базе шестой поликлиники установили еще в прошлом году. В рамках инициативы «Природа без фармацевтических отходов» места для сбора лекарств появились почти в 30 населенных пунктах. Проект завершился, но идея продолжает жить. Подобные экобоксы можно встретить в медучреждениях по всей стране. Мы показали, что проблема действительно существует. Путем информирования населения через СМИ, соцсети, опросы, плакаты, интернет, ресурсы, комиксы, мультфильмы, документальные фильмы, информационные встречи мы вовлекли в решение проблемы различные целевые аудитории. За время проекта было много интересных находок. К примеру, старейший препарат датирован 1987-м. В лидерах просрочки – нитроглицерин. Есть разные причины, по которым в аптечке накапливаются лекарства с истекшим сроком годности. Самая распространенная, конечно, запасливость. У нас большое количество аптек в городе, в том числе круглосуточная аптека. И приобретать препараты впрок на сегодняшний момент не имеет никакого смысла. Можно порекомендовать иметь дома в аптечке противоаллергические препараты, жаропонижающие, обезболивающие, которые могут оказать первую помощь при каких-то симптомах. Некоторые медицинские отходы не подлежат вторичной переработке, а их утилизация – дело не из легких. Занимаются этим специальные компании, которые заключают договор с медучреждением. На предприятии лекарства сжигают при высокой температуре. Ведь просто отправить их в мусорку – значит навредить животным, экологии и самому себе. Эти микроэлементы способны накапливаться в воде, в животных и растительных организмах и далее попадать в организм человека, вызывая негативные последствия. Одно из самых распространенных – это антибиотикорезистентность. То есть, когда в вас накапливаются антибиотики, ваш организм перестает на них реагировать и правильно отвечать. Подобные контейнеры есть во многих странах мира. А в США, к примеру, за последние несколько лет туда сдали более полутора тонны медикаментов. Самым эффективным способом утилизации здесь считается сжигание. Остатки вывозят на полигоны. В Японии отходы не закапывают вовсе, их полностью перерабатывают. Между тем, весь мир сходится в одном. От решений, принятых сегодня, зависит наше завтра.